Братья и сестры, сердечно приветствую вас. Я хочу вначале сказать небольшое слово. Последний раз я когда проповедовал и когда призвал к молитве, ну, я прервал, кто-то молился, я прервал. Мне подошли и сказали, просто, братья и сестры, я приношу извинения, я не слышу. У меня плохой слух уже давно, я не слышу, когда молятся в зале. Поэтому, если в будущем Господь даст мне проповедовать, заканчивать молитвой будет один из ведущих братьев, чтобы вы это знали. Это следствие моего плохого слуха. Не огорчайтесь. Братья и сестры, ну вот сегодня я понимаю, что мы приближаемся к концу года. Мы приближаемся. Этот момент всегда заставляет нас размышлять, раздумывать. Люди вообще на земле в конце года подводят итоги, как они жили. Я человек Казахстана, когда-то жил там. Это такое, знаете, все предприятия, все, ну, все ведомства, они делают отчеты. Нам тоже, наверное, делать надо отчеты, как мы прожили этот год. Поэтому я разложил перед собой несколько тем, ну, какую мне сегодня сказать, откровенно говоря. Помолился Богу, и у меня вот сложилось на эту тему, которую я несколько лет у вас уже говорил. Ну, я надеюсь, что мы плохо запоминаем. Я помню, один из братьев как-то встал и говорит, братья, я вот продолжу тему, говорил, кто помнит? Подняли два человека. Я рассчитываю на это, что вы не помните. Место священного писания. Первое будет Михея, вторая глава, десятый стих. «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя». Второе место книга пророка Иезекииля, 12 глава, с первого стиха. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся пред глазами их. И переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи, нужные при переселении днем, пред глазами их. И сам выйди вечером пред глазами их, как выходят для переселения. Пред глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Пред глазами их возьми ношу на плечо. В подьмах вынеси ее. Лицо твое закрой, чтобы не видеть земли. Ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как повелено было мне, вещи мои, как вещи нужные при переселении. Вынес днем, а вечером проломал себе рукой отверстие в стене. В подьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. Я хочу сказать, братья и сестры, сегодня основная тема моя – приготовь вещи для переселения. Вещи нам надо готовить. Вот я смотрю, здесь все переселенцы, все эмигранты. А ну-ка вспомни, как мы готовили вещи, чтобы поехать. Когда нам пришла виза, когда нам разрешили, когда у нас уже был билет на самолет, так как сегодня, помню, как мы это делали, поставили весы, стали складывать сумки свои, взвешивать. И вот, братья и сестры, обратите внимание, мы же подряд все свои шифонеры не складывали. Мы веник, который подминутали, не ложили в чемодан. Мы брали вещи, нужные для переселения. Братья и сестры, я хочу обратить наше внимание, вот мы на этой земле, мы с вами странники и пришельцы. Мы когда читаем Слово Божие, апостол Петр говорит, земля и все дела на ней сгорят. А Господь приготовил новое небо и новую землю. И нам, как верующим во имя Его, предстоит это переселение. Но при одном условии, какой у нас будет багаж. Багаж. Братья и сестры, я вот так рассматриваю, когда смотришь, вот первое место, встаньте и уходите. Братья и сестры, вас не интригует это место? Господь дал им обетованную землю. Израиль там хорошо укоренился, живет. И вдруг встаньте и уходите. Земля – это не место покоя для вас. Братья и сестры, это было предсказание о вавилонском плене. Это народ, который стал грешить. Он набрал багажа греховного. И нужно было переселить их в Вавилон. 70 лет они были в Вавилоне. Я хочу обратить внимание, когда мы смотрим, посмотрите, Господь благословил Авраама. Он когда-то возвел его на гору. Говорит, посмотри сюда, туда, назад, вперед. Вот всю землю, которую ты видишь, я даю тебе и потомству твоему. И Авраам жил на этой земле. Братья и сестры, вы посмотрите, как он устроился. Когда надо было погребение своей супруги Сары, он пришел к сынам Хетовым и стал просить. Они говорят, слушай, ты князь Божий среди нас. Любое место бери, выбирай. Ну, то есть Авраам утвердился. Он был известен среди этих людей. А вы посмотрите, что написано. Он обитал на земле, обитованной, как на чужой. Ибо он ожидал города, которого художник и строитель Бог. Задается вопрос, откуда Авраам знал об этом. Вот, братья и сестры, я лично верю, что Авраам имел настолько близкие отношения с Богом. Мы сегодня, знаете, с вами волю Божию узнаем через Писание, через Слово Божие. Авраам говорил с Богом. И ему был открыт этот город. И вот эта обитованная земля, которую Господь дал ему, она его не прельщала. Он смотрел вдаль. Он ожидал города. Это пример, братья и сестры. Посмотрите, второй случай. Моисей был научен всей мудрости египетской. Был силен в словах и делах. Это большая власть. Он знал всю мудрость египетскую. Возможно, он стал бы претендентом на престол Египта. Но, посмотрите, отказался называться сыном дочери фараонова. И лучше хотел страдать с народом Божьим. Почему? Ибо он смотрел на воздаяние. Братья и сестры, эти мужи видели что-то впереди. О многих праведниках сказано, что они говорили о себе, они странники и пришельцы на этой земле. Братья и сестры, мы чувствуем себя странниками или пришельцами? Мы порой так, вы меня простите за это слово, вгрызлись в землю, то, казалось, нас никто не потревожит. Нам очень хорошо, мы в достатке живем. Странники и пришельцы. Вот если этого чувства у нас сегодня нет, что мы проходящие, что это все временное. Братья и сестры, то готовить что-то для переселения у нас не будет никакого желания. Зачем готовить? Нам и здесь хорошо. Порой я вот так бываю, среди близких, друзей, и кто-то говорит, работа нет, надо переехать в другое место, в другой штат, а там дома же, да куда-то, посмотри, все есть, все в достатке. Поэтому сегодня, братья и сестры, я хочу сказать второе место, говорит слово Божие пророку, Господь говорит, ты покажи образец для этого народа, ты приготовь вещи, нужные для своего переселения. Я бы хотел сегодня с вами, мы заканчиваем этот год, братья и сестры, вот в Евангелии от Матфея, в шестой или седьмой главе, там Христос, это Нагорная проповедь Христа, Он говорит, не собирайте сокровища на земле, но собирайте сокровища на небесах, собирайте. Это, братья и сестры, наше назначение, и нам надо вот эти сокровища, которые мы собираем, упаковать в наш багаж, чтобы взять с собою нужное для переселения. Вопрос стоит, что нужно. Я просто предлагаю образно, как когда-то мы расставляли свои чемоданы и туда клали, а там жена говорит, не надо это, я говорю, нет, нужно. Мы порой дискуссировали, что нужно, а что не нужно. Сегодня посмотреть, что у нас в нашем багаже. Я читаю Слово Божие. А без веры угодить Богу, что, братья и сестры, невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Братья и сестры, мы можем без веры туда переселяться, на небо? Я хочу сегодня сказать, братья и сестры, есть такой гимн, Господь поведай, какая в нас вера теперь, о вере с плодами, о вере живой, тебя умоляем, Создатель благой. Вот это первая вещь, которая должна быть в нашем багаже. Живая вера в Иисуса Христа. Я сегодня задаю вопрос, у кого этого нет. Кто так? Да верю, не знаю как. Никогда не забуду одного брата. Пришел ко мне там, в Казахстане. Он был руководителем молодежи, а потом пошел в армию, там у него проблемы. Пришел сам, пришел ко мне. Мы были с ним большие друзья. Он как на духу говорит, понимаешь, у меня сейчас такое, у меня веры нет. У меня такое сомнение. Я просил Бога, почему Он не ответил. Я теряю веру. Братья и сестры, может кто-то потерял, или кто-то ее еще не приобрел. Слово Божие посылает, где ее найти? Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Братья и сестры, если у нас сегодня в багаже это есть, то мы верующие, я верю в Господа моего, мы с вами счастливы. Второе. Вы помните, когда Израилю надо было переселяться, всю ночь Господь сказал, фараон выгонит вас, но там надо что-то было сделать. Вы, говорит, зарежьте ягненка, возьмите крови и помажьте косяки и перекладину снаружи, с улицы, чтобы видно было кровь, помазание. Вы когда-нибудь представляли это? Вот представьте, мы сейчас поедем домой и смотрим, где-то так веником помазали там перекладину, наверное, сегодня вызвали полицию наводить порядок. А это было? У Израиля в каждом было. Братья и сестры, возможно, египтяне говорили, с ума сошли израильтяне, потеряли рассудок, но в этом было спасение. Ночью прошел ангел-губитель, и там, где он видел кровь, прошел мимо. Братья и сестры, нам крайне необходимо кровь помазания. Я хочу сказать, братья и сестры, посмотрите, мы приступили к крови крапления говорящей лучше Авелева. Вот это кровь, которая дает, посмотрите, это 1 Петра 1,18, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. преданной нам от отцов, но драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. Я хочу сказать, братья и сестры, кто не подошел под эту струю крови, вы скажете, как это сделать? Это в момент покаяния. В момент покаяния. Брат читал, все мы много согрешаем, но когда мы приступаем к Нему, Он омывает нас кровью. Нам это трудно понять, братья и сестры. Именно в лице Иисуса Христа, Его страдания, Его жертвы, голгофы, мы оправданы, мы помилованы кровью. Положите это в свой чемодан, проверьте, это у нас есть, я употребил эту кровь для мытья. Следующее. Написано, что надежда, которая для души есть как якорь, безопасный и крепкий. Мы же поплывем, нам надо плыть. Куда? Небесную Родину, нам там надо бросить якорь у пристани нового Иерусалима. У нас есть эта надежда. Нам кто-то скажет, вы ненормальные, куда вы плывете, какой Иерусалим, где он находится. Братья и сестры, надежда, она окрыляет нас. И мы независимо от мнения людей, от культуры этой страны, от их помыслов, мы направляем корабль к пристани. Братья и сестры, следующее, когда мы открываем 13 главу 1 послания Коринфянам, там с первых стихов начинается, если мы имеем всю веру и, знаете, и горы переставляем, если дадим тело на сожжение, а любви не имеем, нет нам в том никакой пользы. Братья и сестры, это то, что нам надо. Проверим сегодня, как у нас любовь там. Не любовь просто к нашим детям, к нашим внукам. Написано, любовь Божия снизошла в сердца наши Духом Святым. Это та любовь, которая отличает христиан от людей этого мира. Она нас соединяет. Обратите внимание, братья и сестры, несколько сот человек сидит здесь. Представьте это в мире. Представьте, что там сидят наркоманы, пьяницы, сколько там было псорг, гнева, распри. Мы сидим, славим Бога, любовь, которая с небес, она нас объединяет. Далее мы смотрим. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Братья и сестры, бесполезно ехать туда, бесполезно плыть, если нет святости в моем чемодане. Проверим свои пути. Братья и сестры, братья-пресвятера порой сталкиваются с такими проблемами, когда они говорят с молодыми, старыми, средними, юношами, девушками, и вдруг в этом момент исповедания люди открывают такие страшные грехи. Человек плыл без святости. Он, может быть, даже член церкви, он верующий, он стремится к новому Иерусалиму умом своим, но он потерял святость, без которой плыть в Новый Иерусалим безумие, там делать нечего. Есть ли у нас сегодня святость, братья и сестры? Это же легко проверить. Наша совесть, она сразу скажет нам, да какая святость, если ты воруешь, если ты то, другое делаешь. сегодня люди порой христиане оправдывают, ну что ж, ну выпиваю, ну курю, ну наркотики, да что, да ничего, пойдет. Это самообман. Не обманывайтесь, братья, не обманывайтесь, Слово Божие говорит. Поэтому мы должны далее блаженные чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Вот, братья, сестры, чистота сердца. Мы не можем друг друга проверить. Вот сидят мои братья, друзья, Денис сидит, как я загляну в его сердце, не знаю, но мы каждый знаем свое сердце. Чистое сердце, свободное от греха, от различных греховных устремлений, чистое сердце, они Бога узрят. Мы приближаемся к концу этого года. Братья, сестры, у нас это есть, нашим чемоданом. Вещи нужные для переселения. Когда мы станем в ротах Нового Иерусалива, помните, когда мы в таможну проходим, раскрываем, и говорят, пойдет, пойдет. Я как-то взял с собой, в Ташкенте улетал, кажется, в Америку в гости, и там положил бритвенные приборы, они посмотрели, говорят, вот это нельзя, это нельзя, и убрали. Ножницы, маленькие ножнички у меня были с собой, убрали все. Это вещи ненужные для переселения в данную страну. Братья, сестры, это очень важно документы. Первое, свидетельство о рождении восхотел, родил нас словом истины. Только сейчас стояли супруги и держали эту малютку. Она имеет документ о рождении, она имеет гражданство. Братья и сестры, у нас есть духовный документ о нашем рождении. Читайте третью главу Евангелия Таана, когда Христос говорил Никодиму, кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие. Свидетельство нашего усыновления. Ведь мы были в мире этом. Мы как враги были по отношению к Богу. Ну вот мы пришли к покаянию, получили омытие сердца, братья и сестры, а чем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Вот эта малютка имеет власть, она дитё этих родителей, власть права. Я как-то приводил пример, я там жил в Казахстане, там проезд такой вверху, там мой дом был, а кругом жили казахи, узбеки, мы очень хорошие соседи, и наши детишки, у меня семья большая, на улице с ними играли. Я когда иду с работы, заворачиваю на свой проезд, а там их ватага, и кто-то из них говорит, ваш папа идёт, и мои дети и бегут все. Ну, их было пять, шесть, бегут, и казачата за ними. Им интересно бежать. Вот когда они подбегают ко мне, мои дети вешаются на плечи, на спину, на руки, на руки, а те стоят вдали и улыбаются. Они не имеют власти быть моими детьми, они не вешаются на меня, только мои дети, они имеют эту власть. Братья и сёстры, мы имеем эту власть. Она даёт нам беспрепятственно, постоянно обращаться к Богу. Войди в комнату, затвори дверь и скажи тайне, и отец твой воздаст тебе явно. Это право, это документ моего усына. Наконец, братья и сёстры, паспорт с небесной пропиской, небесное гражданство. В нём и вы, уверовавшие в него, запечатлённые обетованным святым духом. Братья и сёстры, это крайне необходимое. Гражданство наше на небесах. Мы его получили. Братья и сёстры, здесь на земле. Я просто хочу сказать, вспоминаю прошедшие похореном моего близкого брата, друга Виталия. Это просто очевидно было. Как он смотрел на гражданство. Он говорит, не плачьте, дети, не плачьте, успокойтесь, я иду домой. Братья и сёстры, это свидетельство, что его там ожидают. Это гражданство. Братья и сёстры, порой наш паспорт просрочен. Там написано в паспорте до такого-то года числа. Я знаю моего близкого брата-сотрудника, там в Казахстане он жил, он раньше меня выехал сюда с огромной семьёй. Он был первое лицо, и за счёт его все эти дети, там, женаты, внуки. И вот когда они в Москве уже собрались сесть на самолёт, лететь в Америку, и проходили таможню, всех подходят, он последний стоит, говорят, товарищ, у вас паспорт просрочен, все они полетят, а вы останетесь здесь. Вот представьте такую картину, братья и сёстры. Все растерялись, как это, мы за счёт его летим, теперь он остаётся один. В пожилых годах благо у них был хороший знакомый в Москве, они быстро ему позвонили, ситуация такая, он быстро позвонил в посольство Казахстана, посол выехал прям в аэропорт, и всё хорошо заплатили, и поставил прям в аэропорту печать продлил, а теперь, говорит, летите. У нас не паспорт братья и сёстры в нормальном состоянии, когда мы грешим, может быть, гражданство наше трепещет, я хочу обратить внимание, далее, братья и сёстры, мы подбираем себе одежду, мы едем в Америку. К следу нашему, порой, жители России, Казахстана, Средней Азии, там они были по виду христианину, когда они были в аэропорту, они одевались так, они быстро себя стрыгли, это были новые люди. Братья и сёстры, на одежду Господь тоже смотрит. Я хочу обратить сегодня наше внимание, если мы откроем с вами Исаии 61 главу, 10 стих, радостью буду радоваться Господи, возвеселиться душа моя о Боге моём, ибо Он одел меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Это одежда оправдания, в которую облёг меня Господь. Братья и сёстры, как она у нас сегодня, в каком надлежащем состоянии или нет, это очень, да будут во всякое время одежды твои светлые. Есть такой гимн, братья и сёстры, всем нам одежда с вами дана, проверим же сегодня, какая в нас она. Братья и сёстры, я немножко сокращаю время, вот мы свои чемоданы все упаковали, взвесили, проходит, багаж бесплатно идёт. Мы говорим, у нас есть ещё ручная кладь, туда ещё надо. Давайте посмотрим на ручную кладь, что ложить. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Это наша ручная кладь. Мы идём, заходим в самолёт, это то, что, братья и сёстры, у нас эти вещи в ручной клади. Нет ничего запретного. Набрали кладь. Как-то живя в Казахстане, один близкий мне родственник, брат, он поехал в Германию поработать там. Ну, поработал, назад возвращается, ну, кто был в то время в Германии, там много подарков, всё, багаж был полностью забит, ручная кладь, а друзья ему там, да ему дадут конфеты, там, ну, детям, у его дома семья. И когда он попросил меня встретить его в аэропорту в Алма-Ате, я приехал, объявили посадку самолёта, так вот, выход, смотрю, он идёт там издали в толпе, думаю, чё он так идёт? Идёт как-то так вот, знаете, тяжеловато, он такой бодрый, шустрый, это смотрю, вот он идёт, прошёл, мы обнялись, идём к машине, я говорю, чё ты так идёшь? Говорит, у меня в карманах килограмм семь конфет, багаж полный, ручная кладь полная, а мне друзья дают конфеты, там дети, я, говорит, в карманы разложил. И когда мы пришли в машину, как начал карманом вытаскивать эти конфеты, братья и сёстры, что у нас в карманах? Никогда не забуду, я был подростком, только начал ходить на собрания, и старый дедушка проповедовал. Помню, как сейчас Пётр Иванович Миронов, он проповедовал. И он привёл такой пример, один брат возвращался с другого селения домой, ему надо было идти через лес, и там постоянно разбойники грабили. И вот он подошёл к этому, ну что делать? Взял, набрал в карманы камней, ну, нападут, буду камнями отбиваться, и, говорит, сделав первое. А Господь, говорит, ты что делаешь? Ты же христианин. Он сильно осудил себя, остановился, выкинул все камни, склонился на колени, помолился, Господи, проведи меня, и пошёл, стал петь песни громко. Прошёл всю дорогу, никто не встретил его. Братья и сёстры, что у нас в карманах? То, что ручная кладь, это видно, а в карманах не видно, что же нужно? Посмотрите, наконец, братья мои, наконец, к концу, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетельно, родитель и похвала, о том, помышляйте, филиппийцам 4.8. Братья и сёстры, это должно быть то, что скрыто внутри нас. Мы порой здесь все святые, мы улыбаемся, но когда приходим домой или в дороге едим, вот это брат такой, это сестра такая, у нас тут что-то. Что у нас в карманах сегодня? Вот это, что только чисто, справедливо, честно, достословно, о том помышляйте, чем наполнены сегодня наши и последние. Я сокращаю, братья и сёстры. Всё это делать, написано, Ереме, Иезекиилю, всё делай пред глазами этих людей. Они мятежный дом, они не слушают моего слова, они отвратились от лица Бога, но ты делай перед ними. Братья и сёстры, вот эта подготовка этого багажа, она должна делать пред людьми, которые окружают нас. Наши родственники, далёкие от Бога, близкие, друзья, знакомые. Делай пред глазами их, чтобы они увидели, чтобы они не сказали, верующий, а посмотри, как он поступает. Это камни у нас в карманах тогда. В багаже нашем ненужные вещи нас небесная таможня не пропустит. Поэтому пусть сегодня нас Господь благословит, братья и сёстры, перед окончанием года, что мы приготовили. Есть такой украинский гимн. Мы вси тут временные гости, нам всім неридна ця земля, нема тут нашего натриски, це все чуже, чуже, друзья. Хоть мы живем тут ай миркуем, шобутто наше воно все, шоби все більше загрибаем, шоби сказать, и це мое. О, як мы часто забываем, шо мои гости тильки тут, и дня того совсем не знаем, колы нас суд нас позовут. Братья и сёстры, будем молиться, будем просить у Господа, Господи, помоги мне собрать вещи нужные для переселения в нашу небесную отчизну. Аминь. Братья и сёстры. Сёстры.